И все, привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен нашему дню НЛО. Сегодня я хотел бы уже подвести такие итоги, можно сказать, по поводу данного всего интересного движения, праздника, да, как он у нас вообще прошел. Сегодня у нас уже последний день остался. Открыть сегодня ультраконтейнеры, открыть сегодня еще одни там питстоп ящики, вроде как-то так они называются. Поговорить о том, как по мне вообще прошел данный ивент, потому что в последнее время хоть и много у нас ивентов в танках проходит, но чтобы они прям чем-то запоминались или были какого-то рода вообще интересны, таких у нас, ну, большое количество явно нету. Поэтому давайте я пикнусь в катку, одну каточку мы сыграем и ближе к концу данного видеоролика уже откроем все ящики, заберем все призы в миссиях, которые у меня уже есть на данный период времени. Ну а пока поговорим вообще о том, как прошел данный ивент и что мне вообще понравилось, что мне не понравилось. Я вам скажу, наверное, то, что данный ивент является одним из немногих, который мне зашел, да, откровенно говоря, потому что все заданки были довольно просто выполнить. Да, кто бы мне что ни говорил, что там типа есть какие-то сложные заданки, я все-таки считаю, что на данный ивент у нас в игре были максимально несложные задания и все задания, которые полноценно можно было без особого напряга просто-напросто выполнить. У меня все это дело получилось сделать, плюс там добавились к первым пяти, если я не ошибаюсь, заданкам дополнительно задания с дронами, да, на выходные там, если я не ошибаюсь, вроде там именно на выходные добавили. И их тоже я успешно все выполнил, получил дополнительно удар контейнеры и в общем и целом остался очень-очень даже сильно доволен всей этой движухи, то, что можно было и пофармить, и выполнить, как по мне, даже интересные задания, да, потому что, ну, в последнее время вроде как-то все было очень однообразно, там, знаете, дроп какой-то собрать, еще что-то, да, но чтобы были там, например, задания на определенных дронах набить определенное количество киллов, такого у нас еще не было. И поэтому для меня, наверное, эта тематика и все эти задания как-то даже зашли, не буду врать, и мне это все дело понравилось. Не знаю, как вам, ваше мнение вы можете тоже написать в комментариях под данный видеоролик, но я сугубо говорю, что мне все это дело, конечно, зашло. Хоть и я, честно говоря, не ожидал, что вообще у нас могут на какой-то день на ДЛО сделать подобного рода заданки, с которых можно и пофармить, и как-то даже с кайпом выполнить. Потому что когда там заданки появляются на там всякие какие-то безумные количество опыта, да, еще на какую-то там дичь, которую надо там чуть ли не сутками сидеть выполнять, у меня, конечно, ну, как бы никакого желания на такие движения нет абсолютно. А когда тут по киллам, да, ты как бы все можешь посмотреть, сколько там тебе киллов, надо там 51 катку, да, хоть, ну, 51 катка в режиме штурм выиграть, это не так уж быстро, но по сути это тоже как бы, ну, не самое сложное задание, которое могло бы быть когда-либо, да, то есть тоже выполнил при том раскладе то, что еще за все эти движения у тебя приз 5 премиум аккаунт дней, да, для меня это вообще, ну, максимально лучший приз, который может быть вообще в этих заданиях, да. Возможно, кто-то там скажет, что ему там премка не нужна или еще что-то в этом духе, но, как по мне, прем сейчас у нас в игре вообще полноценно ценится, да, и это возможность, которая тебе дает дополнительно опыт, дополнительно кристаллы, плюс ежедневные бонусы, да, которые вы можете забрать в HTML клиенте, поэтому мне вся эта тематика зашла. Что касаемо там скидок и всего прочего, я говорить не буду, да, также не хочу особо затрагивать тему золотых ящиков, вы видели, как в первый день на главу я записал видеоролик, в котором я захейтил все эти голды, потому что они, ну, реально очень мало падают, сейчас, к слову, уже под конец данной акции вроде как нормализовалось, более-менее, как по мне, начало что-то падать, потому что в первый день, ну, это просто какой-то бред полнейший, когда я там за пару часов вижу всего в сумме 10 сирен, то, ну, хочешь не хочешь, но ты начинаешь сгорать с этого, просто, ну, что это за бред? Ты видишь 10 сирен за пару часов в игре, когда у тебя якобы повышенный шанс золотых ящиков, и типа там, ну, должно реально нормально падать, ну, хотя бы там по пару штучек в бою, да, а у тебя там вообще там одна катка 0, другая катка 1, а потом опять 0, потом опять 0, потом опять там 2 каких-то голда упадет, но по сути ничего вообще не падает, да, то есть, и как я могу адекватно расценивать то, что ничего нифига не падает нигде, да, как, ну, как я могу молчать, да, если я хочу, например, записать видеоролик, посвященный там за лпшечке, да, золотые ящички там, половить, записать то, что вам нравится, а я не могу этого сделать полноценно, ну, просто, вообще никак, просто, ну, ну, как я могу записать видос, если их не падает, ну, просто не падает, ну, и понятное дело, конечно, у меня на все это дело сгорело, А так, если убрать голды из виду, да, если закрыть на всё это дело глаза и посмотреть только на то, какие задания появились, да, какие у нас дополнительно появились фондики, да, хоть и её там фонды, икс опыт там, ну, как бы для меня это уже такое себе, но, в общем и целом, я всё равно тоже остался доволен, потому что я уже, как вы видите, 99-я легендочка, да, вы знаете, что цель наша. Именно была соточка, и, к слову, мы к ней идём, осталось не так много, я думаю, что в ближайшее время мы эту соточку оформим и поднимем, и будет вообще всё очень суперски и замечательно, но сам ивент, да, я бы, наверное, хотел бы, чтобы таких ивентов, наверное, было побольше у нас в игре, потому что в последнее время прям что-то интересного было мало, да, именно, я имею в виду по заданиям, по особым, поэтому надо разработчикам в этом плане немножко мозговать, думать, делать что-то интересное, потому что вы сами понимаете, что онлайн в игре у нас уходит, 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 потому что, ну, нет интересных движений, нет, нет, их нет, просто их нет, потому что всё однотипно, всё монотонно, и надо что-то новое придумывать, чтобы игрокам всё же было, ну, какая-то дополнительная мотивация, какой-то дополнительный интерес был к этому всему, да, то есть, понятное дело, что кто, кому игра нравится, тому там особо сильный, там, интерес не нужен, ему вот, хватает дополнительных новых заданок, чего-то ещё жёсткого и интересного, и всё, да, то есть, ну, мне много не надо, мне надо, чтобы, ну, разработчики хотя бы что-то придумывали новое, они делали эти дефолтные челленджи, да, и всё, и забивали болт на всё остальное, поэтому, когда такое происходит, я положительно отношусь хотя бы хоть как-то к этому, да, не жёстко, тупо хейчу и говорю, что всё это шляпа полная и усатая, поэтому, друзья, давайте уже перейдём плавно к открытию замечательных, интереснейших ультра-контейнеров, обычные контейнеры, я думаю, что открывать мы не будем, я всё сегодня, видите, как забираю, красиво у меня осталось только вот одна заданочка на новое звание, тут уже есть ракетик плюсанул, короче, будем надеяться, что что-то интересное и годное мне дропнет с этих контейнеров, да, откроем, наверное, для начала пит-стоп ящики, потому что я вообще не шарю, что здесь может упасть, что здесь вообще падает, пит-стоп ящик, а, понял, тысячи кристаллов, 30 нитр, 30 мин, 32 дашек, голды, один голдик может упасть, да, ну, понял, ну, короче, это какие-то такие чисто лоховские, да, ящики, я так понял, давайте пятёрочку откроем, можете, что-нибудь, пятёрочку придёт, тысячи три, дэшки, батарейки, можешь хоть голд упадёт, ой, голд, нифига, жёстко, плюс один голд форманул, а давайте, если по одному, пооткрываю, о, ещё плюс голд, неплохо, ну, это, я так понял, чисто такие, бомж, бомж варят контейнеры, так, у меня чё-то залагало, я чё-то сломался, тысячи кристаллов, не, ну, то, что тысячи кристаллов, в принципе, это тоже неплохая вещь, а, всё, да, пока они так быстро закончились, ну, ладно, я не понял, вроде как у меня их 10 было, я там открыл раз-два и всё закончилось, ну, ладно, короче, открываю простые ультра-контейнеры, оп, один, 125 двойного урона, второй, чё-то лагает, у вас, друзья, к html клиент не лагает, я вот нажал, и всё, и гг, и повисло, что-то как-то жёстко, двойная защита, о, сейчас из-за этих лагов мне ничего не дропнет ещё, может быть, о, защита от заморозочки, нормально, по красоте, пойдёт, минус 200 тысяч кристаллов, которые можно было бы мне потратить, хорошо, что дропнуло, так, дальше, ну, чё-то лагает, лагают контейнеры какие-то, я не понимаю, что это, с html, беда, либо у меня, со скоростью беда, с 25 ремки, походу, это последний, да, ну, открываемся, или что, или как, сталкивались вы, друзья, с этой ерундой, с такими багами, лагами, то есть, да, то напишите по этому поводу в комментариях. Короче, в общем и целом, с ультра контейнеров я выбил два новых устройства, сегодня одно, и одно я выбил до этого, поэтому, ну, сказать, что я недоволен нельзя, да, просто, ну, реально, довольно неплохо дропнуло, хоть я и надеялся, там, на какие-то, может быть, супер-супер нагибаторские, там, призы и всё такое, но, когда падают два устройства, хоть они даже и за кристаллы, я скажу, что это норм, да, это норм, это достойно, мне тут осталось за кристаллы ещё 6 устройств, и полноценно ещё тут, ну, дофига и больше, короче, в фиолетовом и золотом свечении этих устройств у нас имеется, но, я думаю, что в скором времени потихонечку, потихонечку, конечно же, мы всё это вместе с вами выберем. Если вам понравился, друзья, данный видеоролик, то не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну, а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, Всем удачи и всем пока!